МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карагандинском. В студии работает Айнур Женосова. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Для красоты, а не для удобства. В Майкудуке жильцы одного из домов установили новый лифт. Но компания Карагандин-Жарык отказывается его запускать. Между тем, больше всех в лифте нуждаются инвалиды, пенсионеры и многодетные семьи. На каждого ребенка в многодетной семье будут выплачивать 21 тысячу тенге. В ходе съезда партии Нур-Атан президент Нур-Султан Азарбаев поручил выделить средства на повышение благосостояния граждан. Фариза Унгарсынова, поэт и народный писатель В честь 80-летия поэта в Караганде состоялся конкурс выразительного чтения, в котором приняли участие городские школьники. Для красоты, а не для удобства. В Майкудуке жильцы одного из домов установили новый лифт. Но компания Караганды-Жарык отказывается его запускать. Организация руководствуется тем, что отсутствуют необходимые документы. Жильцы тем временем ежемесячно оплачивают кредит. Лифт им обошелся в 8 миллионов тенге. Больше всего в нем нуждаются инвалиды, пенсионеры и многодетные семьи. Я до 10-го года мог сам передвигаться. А потом мне стало все хуже и хуже. И я перестал выходить на улицу. Алексей Белоненко – инвалид первой группы. Мужчине необходимы прогулки на свежем воздухе, но позволить себе этого он не может. В девятиэтажке Майкудука, где проживает Алексей с супругой, лифт отключили от электричества. Жильцы подъезда пользовались им всего месяц. Установили его в кредит. Собственникам квартир придется выплатить 8 миллионов тенге за 15 лет. Мера была вынужденной, ведь в основном здесь живут инвалиды, пенсионеры и ветераны. Да, у меня муж – инвалид первой группы, очень сложно. Он хочет на чистый воздух, больницу. Меня тяжело его выводить на улицу. 20 лет мечтали этот лифт, теперь не работает. Для запуска лифта необходимо установить общедомовой счетчик, регистрировать который нужно на юридическое лицо. Однако, по словам жильцов, КСК Берлег, обслуживающий дом номер 10 в микрорайоне Голубые пруды, не проявил должного участия. Если бы она вместе со мной, председатель, поддержала бы меня и выполняла бы свои обязательства, возложенные на нее, то мы бы это уже все организовали бы. Мы бы подключили бы и ОДН, и мы бы подключили бы и счетчик на лифт. Но она отказалась с нами сотрудничать, и вот поэтому все это продлилось до такой степени. К проблеме подключился и услугодатель. Представитель Карагандыжи-Арык рассказал о мерах, которые необходимо предпринять, чтобы лифт вновь заработал. Договор нужно заключить в Карагандыжи-Узбыт. То есть это энергоснабжающая организация, мы энергопередающая. Мы транспортируем электроэнергию. Для того, чтобы заключить договор, нужно собрать подписи жильцов. В принципе, это возможность сделать и КСК в данном случае. Собирают подписи, заключают договор, мы принимаем учет и все, работаем дальше. Два подъезда данного дома подпитаны одним силовым кабелем. Лифт установлен только в одном из них. А для установки общедомового прибора учета нужны подписи жителя обоих подъездов. Это и затрудняет положение. Пожалуйста, организуйте себе штат. Не штат, наймите дополнительных работников, психологов, которые будут отдельно выезжать и разговаривать, и работать с людьми, с народом непосредственно. Которые будут собирать подписи. Вы же не можете возложить это на... Ну, я вот представитель народа. Вы же не можете на меня возложить это. У вас должен быть свой штат. И пущите люди приходят и работают с людьми. Компания, которая устанавливает лифты, отмечает, что с такой же ситуацией сталкиваются многие карагандинцы. Почему? Для чего людей заставляют тогда устанавливать ОДН и отдельно, если это все идет через счет ОДН? Они же, получается, двойную нагрузку на людей возлагают. То есть поставьте счетчик на лифт, поставьте ОДНовский счетчик, это все ложится на карман потребителя. И потом этим рычагом воздействия они регистрируют на лифты счетчики, чтобы для того, чтобы принудить людей включить ОДН. Это принуждение. Это просто-напросто принуждение. Нашли рычаг, и вот этим рычагом они действуют. Они воздействуют. У нас сейчас возникнет, по Карламакса такая же, мы заменили лифт, такая же ситуация. Восток-3, сейчас возникнет та же самая ситуация. Проблема жителей Майкудука не осталась без внимания местного Акимата. Там пообещали помочь разобраться в ситуации. Руководство Октябрьского района намерено отправить письмо в Караганды-Жарык с просьбой запустить лифт в 10-м доме, а уже потом разбираться с бумажной волокитой. Токжан Лянова, Жаслан Маклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил выделить средства на повышение благосостояния граждан. Среди прочего, до 21 тысячи тенге вырастет пособие многодетным семьям на одного ребенка. Об этом и многом другом говорит глава государства на очередном 18-м съезде партии Нур-Отан. Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил по-другому выдавать адресную социальную помощь. На 18-м съезде партии Нур-Отан президент отметил, что повышенное внимание нужно уделить малообеспеченным категориям граждан и многодетным семьям. По его словам, эти семьи имеют разный уровень доходов, и поэтому необходимо посчитать, какие семьи имеют хорошие, средние и низкие доходы. Нурсултан Назарбаев поручил правительству повысить критерии оказания адресной помощи до 70% от прожиточного минимума. Для адресной поддержки семей с детьми, имеющих право на получение адресной социальной помощи, установить минимальную выплату на каждого ребенка многодетной семьи в сумме около 21 тысячи тенге. При этом необходимо все процедуры назначения социальной помощи максимально упростить, заявил глава государства. Съезд в настоящее время рассматривает программу партии до 2030 года «Общество благополучия 10 целей десятилетия». Среди этих целей – повышение доходов и поддержка малообеспеченных слоев населения, решение жилищных вопросов граждан с низкими доходами и улучшение сфер образования и здравоохранения, а также комплексное развитие регионов. Доктрина национального единства на что опирается? На следующих четыре столпа. Общая история, общие ценности, общая родина, общее будущее. Мне хотелось бы, чтобы это запомнили мы сами, запомнили нашу молодежь, которая будет дальше вести наше государство, нашу родину. Отвез жену по делам на служебной машине, нарушил кодекс поведения государственного служащего. В Каргадинском филиале Академии государственного управления провели лекцию на тему «Неукоснительное соблюдение этического кодекса государственного служащего». На простых примерах доступно чиновникам рассказали о том, что, казалось бы, простые действия могут иметь неприятные последствия. К примеру, использование служебного транспорта в личных целях или своего положения для решения мелких бытовых вопросов. В последние годы на разных уровнях поднимался вопрос об изменении формата работы Совета в поэтике. Если раньше члены Совета занимались только тем, что разбирали неблаговидные поступки чиновников, то с прошлого года начали уделять больше внимания профилактике. Причем не только в областном центре. Участники Совета выезжают и в регионы. То есть они выезжают согласно заранее утвержденному графику, встречаются с простым населением. Каждый в рамках своей компетенции объясняет политику, проводимую в нашей стране, дает консультацию, помогает. И определенные проблемы решаются ими. И, соответственно, одним из главных направлений Совета поэтике – это то, что каждый член Совета поэтики сейчас в филиале Академии Государственного управления и президенте должен встретиться с государственными служащими. Выговоры и неполные служебные соответствия стали реже объявлять чиновникам в Карагандинской области. Это свидетельствует о хорошей профилактике нарушений норм служебной этики. К такому выводу пришли в областном совете. В нынешней лекции приняли участие государственные служащие из регионов области. Во время лекции слушателям также сообщили, что реформы, реализуемые в сфере госслужбы, дают свои результаты. В частности, речь шла о кадровом потенциале, достойной заработной плате, продвижении по карьерной лестнице без связей. От чиновников требуется лишь быть патриотами и профессионалами своего дела. Андрей Ден, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Департамент Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области приглашает всех желающих на День открытых дверей. В рамках мероприятия будет освещена деятельность органа, условия приема на службу и будут даны ответы на все интересующие вопросы. Мероприятие пройдет 28 февраля с 15 до 17 часов по адресу город Караганда, улица Алиханова, 12. Фаризаун Гарсынова Фаризаун Гарсынова – поэт и народный писатель Казахстана. Она выпустила в свет множество произведений, сделав тем самым ощутимый вклад в развитие культуры. В рамках празднования 80-летия поэта в Караганде состоялся конкурс выразительного чтения. Бигжан Можид – ученик 5 класса 92-й гимназии. Он принял участие в конкурсе выразительного чтения, посвященного дню рождения великого казахстанского поэта Фаризы Ангарсыновой. Ее творчество и биографию Бигжан изучает давно, поэтому в своей победе не сомневается. Кстати, сам он тоже пишет стихи и публикует их на страницах журнала. Сегодня я выучил стихотворение и надеюсь, что займу первое место или даже гран-при. Я давно изучаю творчество Фаризы Ангарсыновой. Она автор многих произведений. Она также посвятила стихотворение полководцу Мохамбету Утимисула. В мероприятии принимали участие ученики 5-8 классов. Сам конкурс состоял из двух этапов. Вначале участники читали произведения Фаризы Ангарсыновой, а затем отвечали на вопросы о жизни и творчестве поэта. Поэзия – это сила, мысли и чувства. И для того, чтобы воспитать молодое поколение, мы проводим подобный конкурс. Плюс ко всему, в этом году отмечается 80-летие Фаризы Ангарсыновой. Таким образом, мы пропагандируем творчество великих личностей нашего народа. В конце конкурса все участники были награждены благодарственными письмами, а победители – дипломами и ценными призами. Яна Гапонова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Не покладая рук спасать жизни людей. Не спать сутками в ожидании вызова и бежать на помощь. Работа медиков – одна из самых тяжелых и ответственных в профессии. Но фельдшера скорой помощи Ирину Бирюкову этим не испугаешь. Уже 28 лет она неустанно спасает жизни. Ирина Бирюкова подходит к своей работе с душой, поскольку помогать людям – для нее неотъемлемая часть жизни. Сразу после школы Ирина окончила медучилище. С 1991 года она работает на станции скорой медицинской помощи. За 28 лет Ирина ни разу не пожалела, что выбрала именно эту профессию. Каждый день для нее непредсказуем и интересен. К осмотру каждого пациента она подходит с тем же легким, волнующим трепетом, что и 28 лет назад. Ну, всегда на смену идешь, ты не знаешь, что тебя ожидает. Каждая смена – это неповторимое, можно так сказать, потому что нету одинаковых вызовов. Ты не знаешь, сколько количества у тебя вызовов, а какие вызова тебя ожидают. Встречаются всевозможные ДТП, пожары, даже домашние роды. У меня были домашние роды, даже роды в машине. И это очень ответственно, потому что ты отвечаешь на тот момент за жизнь не только на женице, но еще и ребенка. Быстро сориентироваться в экстренной ситуации для нее не составляет большого труда. Помощь больным не ограничивается рамками ее работы. Ирина отмечает, что к ней часто обращаются родственники и соседи. Она никогда не остается в стороне и старается помочь людям, несмотря на время и обстоятельства. Это тот человек, про которого ничего плохого не скажешь. Она добрая, она отзывчивая, она всегда придет на помощь, она всегда поможет. Она и в семье замечательная мама, замечательная жена, у нее двое уже взрослых деток. И в работе она никогда не нагрубит, ни плохого слова не скажет. Всегда все с улыбкой, всегда все по-доброму. И всегда она откликается на любые просьбы, что по работе, что по жизненному. С самых первых дней она запомнила Ирину как профессионала своего дела. То спокойствие и уверенность, с которыми она осматривала пациентов, заставила Оксану Топча еще больше полюбить свое дело и погрузиться в него с головой. Вместе они работают уже 25 лет. Яна Гапонова, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Караганда набирает обороты в развитии национальных видов спорта. Бауржан Мусаханов назначен новым президентом Федерации казахской борьбы Карагандинской области. Об этом стало известно на специальной пресс-конференции. Карагандинский предприниматель Бауржан Мусаханов поддерживает многих спортсменов с 2000 года. Поэтому на состоявшемся специальном собрании единогласным решением его назначили главой областной федерации казахской борьбы. Я как человек, который заботится о спорте и занимается предпринимательством с 2000 года, хочу сделать вклад в развитие казахской борьбы в Карагандинской области. Бауржан Мусаханов отметил, что будет способствовать дальнейшему развитию казахской борьбы. Руководитель областного управления спорта Дмитрий Карпов поздравил предпринимателя с назначением и выразил надежду на дальнейшее развитие этого вида спорта. Яна Гапонова, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости к этому часу. Если у вас есть интересная информация, вы можете звонить нам в редакцию по телефону 420649. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!